Музыка против расизма и ксенофобии. В немецком Хемнице после недели беспорядков прошел концерт под лозунгом «Нас больше», который собрал 65 тысяч слушателей. Тем временем немецкие политики анализируют события в этом городе и призывают установить надзор за партией «Альтернатива для Германии». Татьяна Лагунова расскажет подробнее. Под колпаком у спецслужб немецкие политики обсуждают, необходимо ли установить наблюдение за правопопулистской партией «Альтернатива для Германии», чтобы проверить, не нарушает ли политическая сила, которая на последних выборах впервые прошла в Бундестаг, конституцию страны. Поводом для дискуссии стали митинги и марши в немецком Хемнице. В рядах ультраправых немцы заметили и политиков от партии «Альтернатива для Германии». И вспомнили беспорядки в городе, они особо не осуждали, а наоборот пытались понять и объяснить. Куда смотрит ведомство по охране конституции, возмутились в официальном Берлине. «Альтернатива для Германии окончательно сбросила свою маску. События в Хемнице показали. Эта партия близка к группировкам фашистов и расистов. Это не имеет ничего общего с патриотизмом. И я считаю, что за этой партией должно наблюдать федеральное ведомство по охране конституции. Поводов более чем достаточно». «Эта партия хочет не просто протестовать. У некоторых ее функционеров совсем другой, скрытый план. Вы видели эти фото? Альтернатива для Германии, правые радикалы, хулиганы. И все маршируют бок о бок». «Абсурдными эти призывы назвали представители альтернативы для Германии. Пока что безосновательными – руководители Министерства внутренних дел. Дескать, чтобы поместить партию под колпак спецслужб, недостаточно высказываний ее отдельных членов. Даже если они слишком правые. Вмешалась в дискуссию и канцлер Ангела Меркель». «Что касается наблюдения за той или иной партией, то в этом вопросе есть хорошая практика. Решение принимает ведомство по охране конституции, основываясь на фактах. И это решение не политическое». За отдельными ячейками партии спецслужбы наблюдения, впрочем, все же установили. Речь идет о молодежном крыле альтернативы для Германии в Бремене и Нижней Саксонии. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер».